Администрация Республики Конго опровергла новости о происходящем в стране госперевороте. Ранее местные СМИ сообщили, что пока президент Дениса Сунгесса находится в США для участия в Генассамблее ООН, военные берут под контроль ключевые объекты в Бразовиле. Впрочем, позднее официальный представитель правительства Республики Конго сообщил в соцсетях, что появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в Бразовиле. По его словам, распространяются фейковые новости, которые правительство отрицает. Он заверил, что все спокойно и предложил населению заниматься своими делами. О ситуации в Республике Конго и о личности ее президента мы спросили директора Центра изучения Африки НИУВШЕ Андрея Маслова. Денис Асунгессо, конечно, это один из патриархов африканской политики, один из наиболее авторитетных в клубе лидеров. Да, в силу своего возраста, ему уже почти 80 лет, он руководил Конго с 79-го года по 92-й. Кажется, да, и потом с большим перерывом, на который пришлась как раз гражданская война, он вернулся в 97-м, как человек, на которого население, в общем, возлагало надежды, что он сможет примирить народы, да, и противоборствующие стороны в этой гражданской войне кровопролитной. И он эти надежды оправдал, поэтому вот он такой авторитет лидера нации, позволял ему постоянно переизбираться все на новые сроки. Но сейчас всего возраста, конечно, обостряется борьба, и в его окружении оппозиция предлагает, значит, различные там сценарии его ухода и обустройство страны уже после того, как закончится его правление. Большим моего другом был Дур Сантош, президент Анголы. Из Конго страна небольшая. По населению всего 6 миллионов человек там живет. Большая часть территории покрыта лесом, то есть это зона такого экваториального климата. Добавляет нефть в некотором количестве есть, там джемруды пользуются во всем мире спросом. Ценные породы древесины, но страна бедная. Страна зависит от импорта продовольствия, от импорта нефтепродуктов. Жизнь Барзавель. Барзавель один из самых дорогих городов мира для комфортной жизни. Инфраструктуры не хватает. Очень большой разрыв между богатыми и бедными. Бывшая французская колония, франкоязычная страна. Но сейчас понятно, что его режим находится под давлением. Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки Ниувше. Ранее госпереворот состоялся в целом ряде африканских стран. В августе в Габоне после переизбрания на третий срок Али Бонга-Андимба военные объявили об отмене результатов голосования и распуске институтов власти. Военные нигера свергли президента страны Мохаммеда Базума и денонсировали соглашение с Францией, запретили экспорт урана и золота, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ экономическое сообщество стран Западной Африки и ЭКВАЗ начали готовиться к вторжению. Буркина-Фасо и Мали, в свою очередь, вступились за нигер. В итоге три страны подписали соглашение о создании коллективной обороны.